Верховный суд Чувашской Республики поставил точку в нашумевшем деле автолюбителя Сергея Белова. Летом 2014 года он стал виновником страшной аварии, которая унесла жизни трех человек. Общественный резонанс вызвало быстрое освобождение по УДО, ведь на свободе он оказался меньше, чем через три года. В аварии погибли супруги. Их трехлетняя дочь умерла спустя 10 месяцев комы, а сын остался инвалидом. Сам Белов не пострадал, а экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Тогда суд приговорил его к 8 годам колонии-поселения, лишению прав на три года и компенсации в 2,5 миллиона рублей. Но уже в мае этого года Аллатрский суд удовлетворил ходатайство Белова об условно-досрочном освобождении. В таком решении республиканская прокуратура выявила ряд несоответствий. Мы считаем, что суд допустил грубые нарушения уголовно-процентрального закона. Во-первых, суд не учел мнений потерпевших, которые, как мы видим, однозначно против того, чтобы Белов был ранее освобожден от отбывания наказания. Кроме того, на наш взгляд, суд ненадлежащим образом оценил данную личность виновного. Он неоднократно нарушал порядок и условия отбывания наказания в справедливом учреждении, за что ему было объявлено 5 взысканий. Адвокат Белова не согласилась с доводами прокуратуры. По ее словам, Белов полностью раскаялся в произошедшем. К настоящему моменту выплатил потерпевшей стороне всю необходимую компенсацию и даже успел устроиться на работу. Я считаю, что здесь нарушения норм ни уголовного кодекса, ни уголовно-процентрального кодекса судом не были нарушены. И поэтому я считаю, что нужно, значит, прошу суд постановление оставить без изменений. Апелляционные жалобы потерпевшие апелляционное представление прокурора без удовлетворения. Судебная коллегия Верховного суда вынесла свой вердикт. Сестре погибшей в очередной раз пришлось пережить трагические события того дня. К счастью, суд оказался на стороне потерпевшей. Когда первоначально мы узнали о том, что Белова выпустили условно-досрочно, нас это очень сильно возмутило. Как так? Где же справедливость, что не отсидев три года, из положенных восьми его выпустили? Сейчас, сегодня был Верховный суд на нашу апелляционную жалобу. Справедливость наконец-то восторжествовала, что закон на нашей стороне. Его обратно посадят. Спасибо огромное за ком. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика.